Добрый день! Иногда подписчики задают мне такие вопросы, ответ на которые я не знаю. Это касается поздних переселенцев. Буквально недавно один из моих подписчиков задает мне вопрос. Как мне переехать в Германию и возможно ли это, если моя прабабушка немка? Я отвечаю, что теоретически можно, но практически я не знаю, как это сделать. Но преимущество блогеров в том, что они могут найти людей, которые могут ответить на ваши вопросы и поделиться с вами этим видео. И поэтому сегодня к нам присоединится руководитель компании Auslan Finance Amt Алексей Слободченко. Всем здравствуйте! Как меня слышно? Тебя нормально слышно? А меня? Тоже хорошо. Все супер. Ну, можно начинать, значит. Да, думаю, да. Можно на ты, да? Можно, конечно. Так удобнее будет. Что нельзя, да, пожалуйста. Алексей, расскажи про свою компанию, где она зарегистрирована. Да, ну, начнем сначала. Меня зовут Слободчик Алексей Александрович. Я являюсь руководителем компании Auslan Finance Amt. Наша компания, головной офис, которая находится в Берлине. Наша компания, так скажем, полного цикла юридическая компания. Мы занимаемся полностью регистрацией компаний по всему миру, в том числе и в Германии, в Европе, в Америке, в Великобритании, по всему миру. Мы занимаемся гражданством, в том числе получение гражданства Германии по программе поздних переселенцев, по программе еврейской эмиграции, если есть или были еврейские корни. А, собственно, инвестиционные программы, программы получения рабочих, виз и так далее. Но, собственно, сколько я знаю, ты меня пригласила на трансляцию с целью рассказать именно про программу Шпета Узидлер, то есть поздние переселенцы. И еврейская эмиграция, я бы, наверное, тоже рассказал, потому что там очень схожая история и примерно одинаковая практически. Вот. Поэтому вот зачем мы здесь собрались. Ну вот буквально недавно один мой подписчик спрашивает, есть ли у меня прабабушка немка, могу ли я переехать в Германию как поздний переселенец? Из чего начать вообще? Как это доказать можно? Прабабушка. Прабабушка. Здесь вообще, как правило, поздним переселенцем могут стать люди до третьего колена. Но это крайне редкие, редкие случаи. Как правило, хорошие шансы у тех, у кого родственники до второго колена. То есть второе колено – это бабушка-дедушка. Про – это уже все-таки третье, шансов мало, но в любом случае, любую ситуацию нужно смотреть внимательно, исходя из документов. То есть как мы вообще работаем? Специфика. Мы у нас у единственных на рынке, да, среди вот подобной специализации услуг, у нас мы единственные, кто предварительно, предварительно, бесплатно, подробно наши юристы на территории Берлина штатной проверяют документы и дела каждого потенциального позднего переселенца. И уже тогда выносят вердикт, подходит он под эту программу или не подходит. А значит, сможем ли ему предложить договор или нет. И поэтому в таких ситуациях, в таких вопросах очень много нюансов. И все эти люди просят гарантии. Так вот гарантию можно дать только после бесплатного анализа. Мы как раз его оказываем в полной степени. Поэтому я бы рекомендовал обратиться к нам. Мы отправим список документов необходимых. Это там список из трех документов. Среди о рождении, справка о реабилитации, свидетельство о браке, всего лишь три документа. По кому выезжаете, тоже свидетельство о смерти или о рождении, где указана национальность. Наши юристы посмотрят и уже смогут дать детальный ответ, потому что это будет и компетентно, и правильно. Потому что каждая ситуация, она всегда уникальна. А где вы находитесь? Где ваш офис? Офис у нас расположен в Берлине, офис расположен в Лондоне. В России у нас офис расположен в Москве, в Санкт-Петербурге и в Новосибирске. Многие люди сами собирают документы. Почему они должны обратиться именно к вам? Можно ли вам доверять? Как это проверить вообще? Да, хороший вопрос. Он один из таких самых распространенных у нас по поводу самостоятельного оформления. Очень большое количество мы комментариев на разных площадках встречаем. То есть вот я уверен, что опубликовав вот это видео не только в Инстаграме, а потом на Ютубе, у вас куча будет тех людей, кто скажет, «Да не надо никуда обращаться, мы самостоятельно все сами сделаем, на сайте БФА все написано, я самостоятельно оформлялся, тетя, друзья и все знакомые самостоятельно приехали». Мы абсолютно не против такого способа иммиграции. Вопрос здесь в другом. И расценивать помощь нас как специалистов в этом деле нужно со следующих точек зрения. Во-первых, первое, что требуется, это грамотное знание немецкого языка для составления как минимум антрага, для перевода документов на немецкий язык. Правильно, ведь какая-то ошибка, неправильное слово приведет к отказу. Нужно понимать, какие документы нужно легализовать, то есть проставить апостиль, на каких документах поставить нотариальную копию. И вот эти все аспекты, как сказать, их нужно знать, чтобы не получить отказ. Отказ сам по себе, он не страшен. Вопрос просто в том, что от начала подачи ваших документов после самостоятельной работы до БФА, Бундесвервальтунсанд, ведомство, если мы про переселенцев говорим, которое занимается делами, может пройти полтора года. Причем сейчас в среднем с учетом ковида, это полтора года. Вы потеряете время. То есть время это тот ресурс, который не может компенсировать ни богатый, ни бедный. И если вы уверены в своих силах, если вы уверены в том, что вы хорошо знаете немецкий. Многие говорят, у меня бабушка в Германии, она переведет все документы, и все классно. Если вы уверены в бабушке, в тете, в дяде, в друге, пожалуйста, делайте. Но когда приходит отказ, как правило, эти клиенты после самостоятельного оформления через полтора года, они все равно обращаются к нам и говорят, а что делать? Нам вот БФА пишет, мы вот это не дослали, вот это не дослали, не хватает. Вот этих доказательств не хватает. Здесь апостелисты, здесь неправильно, здесь нет. Суд нужен по смене национальности некоторым. Про суд сразу же хочу заметить. Многие, когда слышат суд по смене национальности, воспринимают это как, что такое суд по смене национальности. То есть, если я не немец, я пойду, просужусь, получу национальность, могу уехать? Нет. Это доказательство, если в ваших документах, допустим, нет прямой четкой связи с родственником. То есть, вы, наверное, знаете, что очень такая сложная ситуация была после Второй мировой войны в Союзе. И если знали, что ребенок или человек немец с немецкой фамилией, с немецкой национальности, ну, его просто, извините меня, гнобили, не давали ему там жить, учиться и так далее. Это ни для кого не секрет. Мало кто про это рассказывает, но эти люди в 70-х, 60-х, 50-х особенно сталкивались вот с такими проблемами достаточно часто. И поэтому их родители, этих детей, а дети это в сегодняшнем, в 20-м году нынешние наши заявители, их родители меняли им свидетельство о рождении, национальности и так далее. И им нужно сейчас доказывать. Поэтому знать хотя бы, что вам нужен суд, это вам специалист как раз и подскажет. То есть, у нас работает персональный менеджер, скажем, персональный юрист, который ведет вас. То есть, мы не просто берем вас, переводим вам документы, отправляем их и забываем про вас. Мы ведем вас до получения аусвайса, до получения гражданства. Пока вы не получите паспорт, мы от вас не отстанем. И все, в рамках суммы, никаких доплат нет, все по договору обсуждается на этапе начала сотрудничества. То есть, отказ не приговор, да? Можно все еще наладить. То есть, смотря по какой причине был отказ. Если отказ был по причине того, что мы подавались в 90-х годах, и, собственно, моя мама не сдала язык, но мы получили отказ. В этом случае, конечно, отказ по причине того, что родители не сдали язык, шпрахтест не сдали и так далее, это не проблема. Но если отказ был по причине того, что была установлена у вас связь, мы посмотрим текст отказа, и уже на этапе бесплатно абсолютно, то есть, мы это делаем. Я еще раз подчеркну, и проверка документов, и проверка ваших отказов, она бесплатна. Сразу же вам скажем, вам нет смысла куда-то идти абсолютно. Не то, что к нам, ни самостоятельно, никуда. Поэтому так. Уровень немецкого какой должен быть? И где проводится экзамен? Да. Уровень немецкого языка для поздних переселенцев у главного заявителя. Я сразу же объясню, кто такой главный заявитель. То есть, тот, по чьей линии едут. То есть, допустим, в семье может быть как? Может быть муж иметь национальность немца. Да, у него родители, допустим, немцы. Жена нет, она там русская или украинка. Это никаких здесь проблем нет. Главный заявитель, то есть тот, кто подает, кто антракт заполняет на главный, ему нужен уровень B1. Сразу же объясню, наверное, чтобы было понятно, что такое B1. В среднем, исходя из нашей 17-летней практики, B1 учится за 10-12 месяцев. Ну, при условии двух-трех дневно, ну, два-три раза в неделю занятий. Два-три раза, два-три занятия в неделю. При таком графике, собственно, вы сможете выучить язык за 10-12 месяцев. Всем остальным совершеннолетним, то есть и супруги, да, которые не являются фактически немцами, и детям совершеннолетним, которые старше 18 лет, им нужен уровень A1. Ну, это достаточно легкий уровень от месяца до трех. Абсолютно любой человек может выучить. Несовершеннолетние дети, кому нет 18, они не учат язык и, собственно, не готовятся. Вот, но даже эту потребность мы с марта месяца открыли на базе нашей компании языковую школу онлайн. Мы эту потребность закрываем, вы можете обратиться непосредственно к нам, и мы подготовим вас, что касается теперь экзамена и сертификата. Подтвердить языковые знания вы можете только двумя путями. Это сдача шправ-теста и получение сертификата ГИОТ-института. ГИОТ-институт – известное учебное заведение, оно, по-моему, есть по всему миру представительство. Только их сертификаты котируются для БФА, то есть подтверждение знаний. Либо вы не идете непосредственно в ГИОТ-институт, а идете непосредственно, сдаете шправ-тест, но минус шправ-теста очевидный. Во-первых, сдача шправ-теста всего два раза в год каждые шесть месяцев. А второе, в шправ-тесте никто не знает, о чем вас спросят, потому что с вами, по сути, разговаривает представитель консульства Германии. И вот он, ну, понятно, что он не будет с вами разговаривать о квантовой физике или о космических кораблях, да, вы не сможете на этом уровне разговаривать даже при Б-1. Но какие-то простые вопросы из серии «Где вы родились?», «Как звали ваших родителей?», «Не знаю, в какой школе вы учились?», «Какой религии вы относитесь?» – он будет эти задавать. Проблема в том, что эти вопросы никто не знает, что взбредет, как говорится, в голову сотруднику, да, и что он спросит у вас на непосредственно шпрах-тесте, да, вы можете быть неготовым, разволноваться, растеряться и просто не ответите на эти вопросы. Мы поэтому рекомендуем именно получать сертификат ГИОТ-института, комфортно обучаться, например, у нас в школе, а потом идти просто в ГИОТ-институт, покупать только один экзамен, ну, в смысле, время, чтобы проэкзаменовали вас. А после этого вы получаете ГИОТ-сертификат, мы прикладываем его к делу, и больше никаких вопросов по языку вам не задают. То есть ты говоришь, два раза в год только можно сдавать этот экзамен, да? А, шпрах-тест. То есть ты выбираешь два пути. То есть если человек завалил этот экзамен, то этот шпрах-тест можно сдать через полгода. Передать только, да, через полгода. Шпрах-тест. А ГИОТ-институт-сертификат, ну, ты покупай там, условно говоря, я в России могу сказать, это там в районе трех или четырех тысяч рублей оплачиваются эти деньги, можешь приходить туда хоть каждый, по-моему, месяц, пересдавать, не сдал в этот раз, не сдал, пришел в следующий, и в конце концов все равно получил сертификат ГИОТ-института. Поэтому мы, но мы готовим, то есть специфика, в чем различие нашей языковой школы немецкого языка, в том, что мы знаем, что примерно там пул из 300 вопросов, ну, примерно там, что он задает непосредственно сотрудник ведомства, мы будем проходить именно, преподавать именно на том уровне, на котором будет вестись с вами диалог, готовить вас непосредственно к сдаче вот этого аудиального, как правило, теста, шпрах-теста. Если вы выберете путь ГИОТ-института, это на выбор у вас, да, мы будем готовить именно под сдачу тех, того экзамена, того теста, который будет ГИОТ-института. Естественно, мы эти вопросы все знаем, там практически все одно и то же. Главное уметь хорошо говорить, уметь хорошо писать в рамках того уровня А1 или Б1, который вы хотите сдать. У евреев, да, забыл сказать про евреев, у евреев им нужно знать только А1. Значит, им проще. Да, эти программы, они в принципе простые, но проблема в том, что у тебя либо должны быть немцы в родне, либо должны быть евреи, были или быть. Так, а если их нету, что делать? Если их нету, здесь интересный вопрос, который вот многие задают. И существует большое количество компаний, не по поздним переселенцам, а, наверное, встречали там гражданство Румынии за 4 тысячи евро, или там гражданство Чехии за 2 тысячи евро. Значит, здесь нужно для себя, чтобы как определить компанию компетентную и вообще реально ли существуют такие программы или нет, нужно для себя ответить на простые вопросы. Вопросы состоят в следующем. Вот существует Евросоюз, да, достаточно экономически, недостаточно очень хорошо экономически развитая страна. Туда хотят люди переехать все, да, ну как большинство, да. Здесь и большие пособия, и высокий уровень жизни, и перспективы, безопасность. Ну, все те плюсы, которые получает человек, живущий непосредственно в Европе, и в Германии, в частности, это первая экономика Европы, пятая в мире, поэтому нужно здесь подумать над чем. Но вот стоит, может ли стоит гражданство в Европу 4 или 2 тысячи евро? Вот ответ простой. Как вы думаете, все хотят уехать, и гражданство стоит так дешево. То, что оно так стоит дешево с учетом того, что у вас есть корни, да, это другой момент. Если у вас есть корни еврейский и немецкий, это в законе прописано, то есть существуют законы, параграфы 4, 7, 8, иммиграционный закон Германии, и иного быть не может. То есть вы либо подходите, либо нет. Соответственно, если вам кто-то говорит, что без корней, без денег, без ваших каких-то скиллов, имеется в виду умственных, или бизнеса, вы можете переехать там по какой-то репатриации, прочитать присягу там где-то в Чехии или в Румынии рассказывают, и вы получите гражданство. Ну, я, насколько знаю, там, если кому-то что-то дают, то там через какое-то время это все аннулируют, потому что это, ну, достаточно такая история сомнительная. Это какие-то липовые документы, что ли? Нет, это как бы не липовые. Или дают настоящие документы, но потом это все определяют и забирают назад. Но я видела такие фирмы, гражданство в Румынии, 2000 евро. Да, в Инстаграме очень... Я не представляю, как это можно сделать, и некоторые же это делают. Там, там, на чем основывается вся логика. Мы якобы копаемся вплоть до там пра-пра-пра-пра-пра кого-то, и у всех пра-пра-пра есть либо поляк, либо чех, либо румын. И вот мы там по трём странам по этим работаем. И вот мы там пра-пра-пра чуть ли не могилы там выкапываем, находим там, что это ваш какой-то предок, и благодаря этому о репатриации, как типа, ну, похожей на поздних переселенцев, мы вам там поможем получить гражданство. Эти рекламы очень легко распознать, они там в сторис приходят, такие паспорта европейского, чтобы получить там гражданство Евросоюза. Значит, я к чему всю эту историю рассказываю? Про попытки и шансы. Программа поздних переселенцев, она прописана в законе. Цена вопроса здесь только подготовки документов, перевода документов, да, чем мы занимаемся, подачи документов, отправки документов, и вот всего вот это сопровождение. А официально получить, вот прям официально, да, вот если обратиться к законодательству, вот в какой-то солидной стране гражданства, я вам могу озвучить цены, сколько стоит. Вот если мы не рассматриваем какую-нибудь страну, типа Сент-Винсент, слышали про такое, нет? Остров в Карибском бассейне. Нет. Гренадины есть такие, да, очень маленькие страны, островные в Карибском бассейне. Вот, там цена вопроса 100 тысяч долларов, прям официально. Но там очень низкий уровень жизни, экономика очень низкая. Я не знаю, что там делать на этом острове, наверное, только ты килл пить. Ну, я не знаю, действительно, то есть там, посмотрите в интернете, есть блогер Варламов, travel, он там посещал эти острова, там ужас, вот, не суть. Вот если мы рассматриваем европейскую, ЕС, да, и мы рассматриваем там Америку, Канаду, да, то в Америке есть программа EB-5 США. Стоимость получения грин-карты, то есть гражданства, да, практически гражданства, без права голоса, там стоит 850 тысяч долларов. Что значит стоит? Это значит, что вы инвестируете в любой, там, например, постройку отеля в Лас-Вегасе, инвестируете от 850 тысяч долларов, и тогда у вас есть потенциально шанс стать собственным, то есть, как бы, иметь возможность получить грин-карту. Вы ее автоматически там получаете в течение двух-трех месяцев. Схожая программа есть у Кипра. В Кипр входит ЕС, то есть, фактически, получая паспорт Кипра, вы можете жить и в Германии, во Франции, в Англии, ну, где хотите. В Чехии то же самое. Официально там у них есть программа, значит, на 2 миллиона евро минимум. Покупаешь там виллу, яхту, апартаменты, полмиллиона евро ты отдаешь непосредственно государству, как там взнос, в общем, так его назовем на русский язык. Ты получаешь паспорт Кипра-ЕС. Так вот, когда ты знаешь эти цены, когда ты знаешь, что предлагают гражданство Румынии за 2-3 тысячи евро, ну, то есть, это похоже на бред, ну, действительно. И когда переселенец может переехать всей своей семьей в Германию, да, в страну, в которую вообще абсолютно, ну, только какая-то бизнес-эмиграция только есть, да, я сейчас про нее расскажу отдельно, за относительно там тысячу-две евро, ну, вам, вы поймите, если, ну, при условии, если у вас есть, опять же, повторюсь, еврейский или немецкий корни, вы в лотерею выиграли. Люди отдают миллионы евро, чтобы попасть в солидную страну, жить в солидной стране, дать образование своим детям в солидной стране и так далее. Поэтому альтернативных способов попасть в Германию есть только, наверное, в голову приходят мне три. Первый способ. Идти на Фейсбук, искать себе супруга или супругу. Второй способ, и то там достаточно все тоже с этим тяжело, проблематично, и доказывать, и все остальное. Второй способ, это иметь достаточно большое количество денег, чтобы открыть компанию там, или купить очень большое количество бизнесов, вложить в экономику этой страны, даже Германии то же самое. Тогда, возможно, тебе дадут сначала там национальную визу, потом какую-нибудь инвесторскую ВНЖ, и потом в течение 8-10 лет ты получишь гражданство. Либо быть очень крутым, высококвалифицированным специалистом, не знаю, в области IT, например, или врачом, хирургом, тогда тебе там компания тебя пригласит, получишь рабочую визу, потом в потенциале получишь ВНЖ, и потом уже гражданство. Только такие спорты. То есть не нужно себя путать какими-то иллюзиями по поводу альтернативных способов, легких каких-то вопросов там, а договориться. Такого нет в Германии. Вы не дадите мне точно соврать. Договориться, заплатить. Это не Россия, это не Украина, не СНГ. То есть такого нет. Либо же получить гражданство Евросоюза, Румынии, приехать в Германию работать с этим гражданством. Некоторые тоже такие пути рассматривают. Есть такой вопрос. Есть такая ситуация. Вопрос, как я говорю, в том, что гражданство Румынии, вот этой всей Польши, очень сильно попахивает скамом, мошенничеством. Я слышал, именно я, что в эту тему мы не лезем, потому что мы работаем только со стопроцентными программами, которые закреплены на законодательном уровне. Что-то, возможно, вы получите, мы с этим не работаем. Мы работаем только при условии, если мы точно знаем, что человек получит гражданство, потому что как раз к вопросу о гарантиях, когда у клиента почти у каждого он возникает, мы можем сказать, какие гарантии. Вот гарантии. В законе написано, вот видишь, ты немец, 100, все, ты уедешь. Это, понимаете, как горячий кран и холодный. Иного быть не может. Либо да, либо нет. Так, а теперь переходим к самому интересному. Какие у вас цены? У нас цены. У нас цены, правда, поднялись. Мы тут их под ковид снизили достаточно хорошо. Сейчас мы их потихоньку возвращаем на текущие позиции. Значит, по поздним переселенцам и еврейской эмиграции, вообще по H5-у-Zidler, у нас есть три тарифа. Они, в принципе, помогают и тем, и тем. Чтобы просто было понятно. У нас существует три тарифа. Значит, первый тариф – старт. Что в него входит? В него входят переводы всех документов. В него входит заполнение анкеты «Антракт». Суд по смене национальности, если он будет требоваться, он также входит в тариф. То есть это все учтено на территории России или СНГ. Неважно. Наши доверенные лица будут присутствовать в суде и менять национальность тут. Поэтому никаких проблем. Консультации непосредственно персонального юриста в Германии. Кто же входит? Все. Сразу же извиняюсь. Я буду сбрасывать «да». Вот я вернулся. Доверенное лицо в Германии. Непосредственно, кто будет заниматься документами, подачей и всем остальным. Легализация документов, проставление о постели. Работа с архивами. То есть если кому-то требуется что-то запросить в архиве Германии, в архиве России, СНГ, Белоруссии, разные бывают ситуации. Мы все это, естественно, запрашиваем. Получение нотариального заверения и перевод по стяжным переводчикам. То есть у нас есть компания, кто работает непосредственно в Германии, переведут качественно и поставят соответствующие печати, показывающие, что перевод был выполнен по стяжным переводчикам. Сопровождение вас в Афридланде. То есть прям за руку мы будем водить для получения вами паспорта, когда вы приедете уже непосредственно в Афридланде. Получение национальной визы. Для того, чтобы уехать в Афридланде, нужно получить национальную визу. Это все входит в пакет старта. Стоимость пакета старт стоит 60 тысяч рублей или 800 евро на одного человека. Соответственно, если вас едет в семье, вас три, то, соответственно, мы получаем там или два, вас там 1400, например, если вас два человека едет. Если три, то дальше считаем. И все это входит на каждого. То есть на каждого мы оформляем документы, переводим, заполняем антракт, ну и все, что я перечислил. На одного человека это 800 евро. Существует тариф ПРО. В чем разница между тарифом ПРО и старт? Это все то же самое, что и есть в тарифе старт, то есть все оформление документов. Но еще 40 занятий непосредственно для обучения немецкого языка. То есть покупая у нас тариф, например, ПРО, вы также обучаетесь немецкому языку непосредственно персонально, онлайн, в удобное время, в любом часовом поясе с нашим преподавателем, который будет вас готовить как раз именно к шпактесту или к сдаче получения сертификата в ГИОТ-институте. А есть тариф ПРЕМИУМ. Все то же самое, что перечислил из тарифа старт, то есть все оформление, плюс 100 занятий. Цена тарифа ПРО – это 1300 евро, 100 тысяч рублей. И тариф ПРЕМИУМ – цена его 1600 евро, 125 тысяч рублей. Это все цены на одного человека. Но есть еще такая небольшая хитрость. Вы можете на одну семью комбинировать эти тарифы, потому что в каком контексте мы вообще их рассматриваем. Мы рассматриваем в том, что, например, ребенку несовершеннолетнему, ему язык не нужен. Соответственно, он выбирает тариф старт. За 800 евро мы ему оформляем документы. Есть, допустим, супруг главного заявителя. Ему нужен А1. 40 уроков ему как раз хватит, чтобы выучить уровень А1. А главному заявителю, непосредственно, допустим, отцу семейства, кто является, ему нужен Б1. Ему нужно 100 уроков для того, чтобы получить Б1. Соответственно, вот эти все тарифы, они комбинируются, и получается у вас на всю эту семью три оформления документов и 140 уроков. Более подробно вы сможете ознакомиться у нас на сайте. Я думаю, вы потом ссылки опубликуете и на YouTube-канале тоже опубликуете ссылки на наш сайт, и люди уже смогут зайти, более внимательно почитать или позвонить в нашу компанию, задать все вопросы менеджеру, мы ответим, объясним и так далее. Возможно, даже если вы нам разрешите, мы персональную скидку какую-то придумаем для ваших подписчиков. Промокод дадим, да? Промокод, да. Можем промокодом, да. А почему у вас название сайта отличается от названия компании? Так, интересный вопрос. Это тоже достаточно часто. Значит, название нашего сайта offshore.ru, не offshore.ru, или еще как-то его могут интерпретировать. А в России у нас offshore.ru. Почему у нас называется компания offshore.ru? Я вначале уже сказал, то есть мы занимаемся регистрацией компаний по всему миру, и регистрацией компании Великобритании, и регистрацией компании в Сент-Винсенте, что считается офшорной зоной и так далее. То есть просто наша компания имеет достаточно большую широкую историю именно юридических услуг. Но мы юридические услуги, мы занимаемся не как бы в маленьком ценовом сегменте, не в низком, да, мы занимаемся в высоком. То есть мы оформляем людям гражданство, да, вот за текущие прайсы, да, там 850 тысяч евро инвестиционные и так далее. Поэтому мы решили сохранить название домена, потому что это название домена, назовем правильно, да, то есть не название сайта, название домена. В рамках этого домена у нас присутствуют услуги по получению виз, получению гражданства Германии, в том числе поздних переселенцев. Поэтому мы решили просто оставить для того, чтобы нам не проходить вот эту всю процедуру поисковой оптимизации. То есть так как у нас уже домен достаточно старый, поисковики его хорошо знают, добавляя туда услугу по поздним переселенцам, которую мы добавили там 13 лет назад, поисковики очень хорошо нас, ну, как говорят, скушали, да, и дали нам высокие позиции. То есть изменение, точнее не изменение доменного имени связано лишь с маркетингами целями. Но достаточно странно, как вам сказать, ну, название компании не всегда совпадает с названием доменного имени. Но в любом этом случае регистрация офшоров или регистрация зарубежных компаний, это ни в коем случае не нелегально, это абсолютно легальная история, вы можете посмотреть, открыть любое законодательство, мы официально рекламируемся, у нас юридические лица, зарегистрированные в России, в Великобритании, в Германии, и, собственно, мы находимся абсолютно в легальной истории. То есть регистрация офшоров, ну, как определенный юридический продукт, который требуется людям, и его название, оно обусловлено тем, что, ну, людям проще понимать, искать в поиске то, что они хотят в Гугле или в Яндексе. Поэтому такое название. Я видела отрицательный отзыв о вас, одного адвоката. Как вы можете его прокомментировать? Так. Ну, насколько я знаю, у нас присутствовал инцидент подобный, когда... У нас есть... Да, ну, ладно, давайте сначала тогда расскажем всю эту историю. У нас есть достаточно большое количество конкурентов в виде адвокатов в Германии, которые также предлагают подобные услуги по оформлению документов. Мы подозреваем так, что данный отзыв был написан в виде, ну, как говорится, такой определенной борьбы с нами, как с конкурентом. Да, то есть, видимо, мы зашли там на какую-то его там территорию или еще что-то. Ну, то есть, мне неизвестна мотивация данного человека, почему он решил это написать. Но мы дали абсолютно развернутый ответ по этому отзыву. Более того, мы обратились не так давно в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации, называется это ПАС, да, по незаконной конкуренции. Составили жалобу, нотариально, собственно, заверили весь его сайт с этим отзывом, максимально объяснили каждый из пунктов, да. То есть, там, вплоть до того, что обвинение было, что наша компания не зарегистрирована в торговом реестре. Мы говорим, ну как, ну, у нас же есть юридическая информация на сайте, все выписки есть. Ваша компания там, Ваша компания не зарегистрирована, там имя такое не может быть. Мы говорим, как, ну вот выписка из Великобритании, вот все, компания, торговый знак у нас, поздние переселенцы, торговая марка, логотип, то есть, ну, достаточно, я не знаю, какой смысл в таком уж пустом отзыве, вот, но, собственно, такой инцидент был, мы с этим боремся, да, с этим отзывом, мы связались, естественно, с данным адвокатом, уточнили у него причины, да, он сказал, как бы, я так считаю, мое такое мнение, хотите со мной судитесь. Ну, раз уж сам нам разрешил судиться с ним, ну, вот мы написали, соответственно, эти жалобы в Федеральную антимонопольную службу, извиняюсь, да, по борьбе с незаконной конкуренцией, вот. Да, вот почему люди должны обращаться именно к вам, а не к этим адвокатам, которые находятся в Германии? Смотрите, да, обращаться, ну, должны, наверное, такое громкое слово, да, каждый человек вправе сам решать, кому обращаться или нет. Здесь нужно расценивать нашу компанию со стороны перспектив и наполнения непосредственно пакетного, то, что мы предлагаем, какие конспекты услуг мы оказываем. Ну, то есть я повторюсь, мы единственные, кто на рынке бесплатно анализируем шансы и документы, клиентов. Мы единственные, кто предлагает легализацию документов, апостелирование документов, проставление, суд по смене национальности и так далее. Адвокат в Германии за вас это сделать не может, он в Германии, он не может русские, российские документы легализовать в России за вас. Мы это можем, так как у нас есть представительство и в России, и в Германии, то есть мы, как говорится, сочетаем все плюсы представительства в Германии и представительства в России и можем работать с вашими документами и там, и там. Но самое главное, цена. Большинство немецких адвокатов или групп ВКонтакте или каких-то социальных страничек с девочками, которые вроде как переехали в Германию, теперь все знают, готовы помочь, они максимум, что сделают, это заполнят вам антракт, переведут там какие-то документы, что-то отправят, но гарантий никаких нет. И почему нет гарантий никаких, собственно, почему эти адвокаты не могут дать никакую гарантию гражданину пока что СНГ и России, да, потому что данные адвокаты не зарегистрированы в России как юридическое лицо или ИП. Соответственно, они здесь не могут вести свою предпринимательскую деятельность. Все-таки продажа юридических услуг это предпринимательская деятельность. Любому какому-то лицу, да, который осуществляет свою деятельность на территории другой страны, отличной, от которой он резидент, ему нужно открывать свое представительство. То есть юридическое лицо платит тут налоги. Просто работа с данным адвокатом, да, или адвокатами, или компаниями без договора или с договором, ну то есть какой смысл заключать договор с адвокатом, если ты не сможешь ничего доказать и высудить, потому что фактически компании не существуют на территории России. Все крупные бренды, включая Samsung, Apple, а у них у всех есть представительство разных стран. Потому что юридически они отвечают за клиента. Есть закон прав потребителей, ну да, и схожие, наверное, законы и на Украине, и в СНГ и так далее, в рамках которой клиент всегда защищен. Из лицо, физическое лицо, которое непосредственно является нашим клиентом, оно, как правило, не защищенное. У него нет ресурсов там в суде, нет ресурсов на адвокатах и все остальное. Здесь очень важно иметь именно гарантии, уверенность того, что, ну, я уже не говорю про то, что они могут обмануть, да, ну, я не, суд не могу обвинить в этом, да, но, хотя, нас почему-то этот адвокат обвинил. Ну, да ладно, мы не можем так заявить, но, как минимум, вы точно уверены, что все ваши отношения регулируются законодательством пока еще России или страны СНГ, в которой вы находитесь, и она вас защитит в случае каких-то недобросовестных или неполных некомпетентных действий от данных лиц. Вот поэтому мы и рекомендуем обращаться к нам. Ну, и что еще добавить можно? Наверное, каждый может, мечтает, наверное, там о доме или у кого-то есть свой собственный дом. Кто-то его может построить сам, да, как, как его построить самостоятельно, свой дом, да, то есть нужно, наверное, там, ну, при условии, хорошо, ты купил стройматериалы, тебе нужно знать, как залить фундамент, тебе нужно знать, как залить, там, поставить стены, да, архитектурные какие-то иметь скиллы, да, чтобы этот дом не разрушился элементарно. Поэтому ты же можешь это сделать сам? Конечно, можешь. Вопрос. Тебе нужно это все изучить? Тебе нужно на все это выделить время и построить. Получится у тебя лучше? Может быть, да. Но вопрос, есть ли у тебя время, есть ли у тебя скиллы, есть ли у тебя желание? Дешевле ли это будет? Возможно, дешевле, чем если ты купишь готовый дом. Но тогда изучай всю эту историю или теряй время. То есть вот тут и все. То же самое, как про самостоятельное оформление. Можно оформить самостоятельно, можно через адвоката, можно через нашу компанию. Вопрос времени в количестве услуг, в цене. А за какое время человек получает гражданство после обращения к вам? Средние сроки сейчас можно спрогнозировать в районе полутора лет. То есть от момента заключения с нами договора, то есть какой коротко, какой процесс. Изначально с нами связывается клиент в удобных способах. Пишет в WhatsApp, пишет в ВКонтакте, в Инстаграме, в чате на сайте. Я не знаю, звонит нам, естественно, просто компания, вставляет заявку на сайте. После этого мы отправляем ему список документов, необходимых для первичного анализа. Далее от одного до трех рабочих дней мы анализируем его документы нашими юристами в Берлине. Потом выдаем вердикт. Если он подходит, мы заключаем с ним договор. От трех до пяти недель мы готовим, переводим, легализуем, апостелируем все документы. Еще где-то 3-4 месяца присваивается номер дела и остальные от 6 до 8 месяцев человек ждет вызов. После получения вызова он выезжает, собственно, в Афридланд. В Афридланде находится там 2-3-4 дня максимум. Меняет, грубо говоря, паспорт, вызов на паспорт, на Усвайс. Ну, собственно, все. Вот вся эта процедура занимает где-то полтора, но в худшем случае два года. А какие часто задаваемые вопросы у людей, которые к вам звонят или какие проблемы у них возникают, с чем они сталкиваются, с какими препятствиями именно? Ну, как правило, понять, изначально понять, подходят ли они под программу, да, у меня жил бабушка, у меня была там, жила бабушка, жил дедушка, или там, папа, мама мне говорила, что я немец, там, как мы можем это подтвердить, и мы начинаем выяснять, спрашивая, какие есть документы, есть свидетельство о рождении или свидетельство о смерти, там, предковь, что в них написано, что написано в паспортах, какой паспорт, до какого года были выданы документы, то есть, это основной вопрос. Второй вопрос, какие гарантии, да, уже на него ответили, какие гарантии. Работаем по договору, мы анализируем ваши документы, исходя из этого, мы можем вам наглядно показать, вот смотрите, вот конкретный документ, в нем здесь, вот видите, национальность написана, здесь тут не написано, вот еще факт, вот еще факт, вот можете, не знаю, какое-то ревью сделать, оценку на стороне, может быть, вам тут тоже что-то скажет, вот, потом можете к нам вернуться. Наверное, эти основные, ну, так скажем, вопросы. Ну, рассрочка, если у вас, можно ли заплатить частями? Да, пожалуйста, вплоть до шести месяцев. Мы работаем с, ну, по крайней мере, в России, мы можем предложить, наверное, российским клиентам услугу через кредит, с нашими банками, партнерами, там, более чем с 11 банками работаем, крупными, и Альфа-банк, и Тинькофф, ну, много очень банков. В рамках рассрочки через банк мы можем предложить 36 месяцев. То есть, практически в любой ситуации мы идем на встречу клиенту и так далее. Пройдемся по вопросам теперь, мне тут несколько вопросов подписчики прислали. У мужа мать немка 66-го года рождения живет в РФ. Отец матери тоже немец, но он уже умер. Так вот, для того, чтобы подавать документы как поздние переселенцы, по какой линии можно по матери или надо по деду? Ну, во-первых, сразу же, желательно подаваться по тому, кто ближе. Зачем по деду, если впереди есть мать? Второй момент. Необходимо посмотреть документы. Есть свидетельства о смерти. Нужно посмотреть свидетельства о смерти. И остались ли там фотографии или данные паспорта? Остались ли какие-то записи, справки о реабилитации или о репрессиях? Возможно, бывают же какие-то случаи. Бывают случаи, что, например, деда расстреляли за фамилию какой-нибудь Мюллер. Мало тоже, кто вот это рассказывает, но в Советском Союзе творились здесь страшные вещи по отношению к немцам, которые даже не были фашистами, которые, может, пленными, может, были, или потомками. Могли за фамилию до 1955 года могли спокойно за фамилию Мюллер взять и расстрелять. И об этом выдавалась справка специальная, писалась, печатной машинкой, то есть выходит о том, что расстрелян под Псковом за немецкую национальность, например. Допустим, это в учебниках истории мало кто пишет, особенно в российских. Мало кто про это рассказывает. А вот эти люди, допустим, вот эта справка о репрессии, она вообще исчерпывающая. И в принципе, если есть подобное заявление, особенно в оригинале, то это очень многое доказывает и очень легко можно получить гражданство. Но вообще в подобных вопросах, вот этих, текстовых, когда идет, мой там папа 66-го года, или мама, или бабушка, там еще кто-то, а можем ли мы получить? Повторюсь еще раз, вот гадать не наши компетенции. Мы анализируем документы, смотрим на факты, непосредственно на скан копии или фотографии документов, хотя бы первично, и уже тогда выдаем вердикт. То есть, я бы рекомендовал обратиться к нам, то есть, абсолютно бесплатно вы можете обратиться, мы ответим на вопрос, подходите вы или нет. Вот еще семья спрашивает, все документы готовы, но не можем сдать экзамен Б1. Можно ли его сдать в Германии? Я так понимаю, что их даже в Германию не пустят, да, без этого экзамена? Ну, в Германию так пустят, как туристов. Ну, как турист, я имею в виду, как в позднее переселение цех не пустят в Германию. Им даже не выдадут вызов. То есть, они даже вызов не получат. Здесь нужно опять, то есть, какие есть способы легальной отмены экзамена. Единственный легальный способ отмены экзамена это состояние здоровья. Чтобы вы понимали, какой уровень должен быть у вас там заболевание. Не знаю, Альцгеймер, глухота, слепота. Вот если у вас такого уровня не дай бог, есть заболевание, подтвержденное медицинскими справками, тогда есть небольшой шанс, что вам в исключительном случае для одного этого человека ему отменят возможность сдачи этого экзамена. Больше в практике нету. То есть, я повторюсь, блата, договориться, как-то обойти, там, что-то смухлевать. Это Германия, это нельзя. Смухлевать можно в России. Тут нужно менталитет сразу же менять. Иных способов нет. Я рекомендую учить язык, сдавать его. Уровень B1 даже бы. Я про 1 вообще не говорю, это там 2-3 месяца. А B1 выучить может каждый. Нужно лишь приложить к этому усилия. Вот еще вопрос по смене фамилии. У нас русская фамилия, сын хочет получить немецкий паспорт на мою девичью немецкую фамилию. Реально ли это? Или для этого я сама должна сначала вернуть себе свою девичью фамилию? Может ли сын выбрать себе в Германии какую-то другую немецкую фамилию, бабушек или дедушек, например? Да, конечно. Как правило, переселенцы им рекомендуют менять, если у них осталась какая-то более-менее славянская фамилия, на российский манер менять. Но они могут этого не делать, просто проблема потом будет. Кто-то же сильно, как сказать, критично воспринимает неправильное произношение своей фамилии в другом языке. Поэтому, как правило, люди меняют и имена, созвучные на немецкий, и фамилии также. То есть это не проблема. И уже по прибытию можно этот решить вопрос. Его можно решить и до момента получения вызова и гражданства. Но мы не рекомендуем, чтобы не было путаницы, чтобы не писать дополнительно БФА, с ведомства, почему он там, Иванов стал Юлером или Шмидтом. Зачем? Лишний раз. Приедете и поменяйте на кого хотите, хоть на Джонни Деппа. Так, еще один вопрос. У меня муж нашел всех своих родных по еврейской линии. Сейчас он в общине города Одесса. У нас дочка после ДТП. Мы уже три года не можем добиться ответа. Имеем ли мы право на выезд? На кого не можете добиться ответа три года? А куда писали? То есть тут такая вопрос достаточно... Куда писали? То есть если вы БФА писали, БФА отвечает. Просто если вы пишете не из Германии, вы не юрист, вам, может, чуть дольше отвечают. Здесь, наверное, стоит уточнить, кому вы пишете. Ну, либо передать нам. Мы можем сами связаться с БФА, уточнить, какой у вас вопрос. Может быть, мы и без БФА сможем вам подсказать, почему вы не можете получить ответа. То есть почему он не отвечает? Может, вы не туда пишете? Или как вы пишете? На почту? Ну, таким способом. Нужно больше данных. А что-то изменилось сейчас в связи с коронакризисом? Может, дела как-то медленнее рассматриваются? Мы не заметили изменений временных, потому что, в принципе, присутствие человека в решении вопроса, имея в виду доставки документов, что до ковида их доставляли мы курьерской службой, что после ковида мы доставляем бы. БФА на своем сайте официально никаких дополнительных требований о задержках не опубликуется, все работает в штатном режиме, Германия не закрыта, то есть все, как правило, работает в штатном режиме, на почту отвечают, дела рассматриваются, то есть мы временных никаких пока что задержек не видим, но даже если они будут, то я думаю, что это в рамках месяца два, месяц два. ПЛЮСОМ. Так, ну я все спросила, что хотела, может у нас наших зрителей сейчас какие-то вопросы есть? Да, вот вы можете посмотреть комментарии. Тут Денис пишет, как вывести невесту из России, уже два раза продублировал один и тот же вопрос, но вы не по этим делам, я так понимаю. Нет, мы в воссоединении семьи, мы этим занимаемся, я просто компетентно лично, я не отвечу, то есть у нас непосредственно эти профильные специалисты занимаются, но мы этим вопросом занимаемся, здесь нужно как, ну опять же, если это невеста, с ней нужно заключить брак на территории желательно Германии, то есть она приедет под любым видом, там под туристической визой, вы заключите брак, и она сможет по определенному параграфу остаться с вами жить и получить вид на жительство как минимум сразу. А что сейчас с браками вообще в связи с этим коронакризисом, как ЗАГСы работают в обычном порядке или какие-то проблемы есть? Немецкие, ну немецкие и русские, если допустим он в России хочет приехать заключить брак. А русские все, по-моему в России вообще всем без разницы на коронакризис, у нас половину людей ходит без масок, ну я знаю точно, что Москва, Санкт-Петербург, у них совсем дела идут уже хорошо в этом, плане и даже кинотеатры собираются открывать и публичные места и парки и все остальное. Ну а по поводу государственных учреждений вроде ЗАГСов и так далее, единственное что по предварительной записи, то есть если раньше ты мог прийти там в ЗАГС сейчас ответьте мне на вопрос, то сейчас ты только через специальный государственный сервис регистрируешься, встаешь в очередь, тебе назначают время и понятный вам термин и по термину ты уже приходишь и задаешь вопросы, решаешь, то есть проблем никаких нет. Ну понятно. Война войной, а браки по расписанию. Ну конечно. Дополнительная налоговая ячейка для президента вашего. Так, ну хорошо. Спасибо, что ты вышел в эфир, ответил на все вопросы. Если кому-то нужно, обращайтесь. Все ссылочки я оставлю под видео. Видео это будет в Ютубе потом. Промокод вы тоже придумаете, да? Ну давайте, да. Да мы можем сейчас его озвучить. Давайте название вашего канала. То есть все те, кто обращаются к нам, звонят в компанию, называют название вашего канала, получают 10% скидки на полный пакет услуг давайте до конца августа. Вот еще вопрос. Если остался только военный билет деда, где указано, что он немец, есть ли шанс для получения документов? Ну, смотрите, в рамках этого, допустим, военного билета мы можем дополнительно с архивами поработать. И они у нас входят в пакет. Если ситуация такая у человека, что вот допустим он не готов платить 800 евро, да, но он еще не знает. И мы не знаем, точно не можем, да, гарантию. Тогда мы предлагаем работу с архивами, там это в рамках 300 евро, да, мы в рамках этих 300 евро сделаем запросы в архивы на базе хотя бы вот допустим военного билета. Узнаем, спросим, где он жил, где он умер. Там архивные посмотрим какие-то данные. Если мы там что-то найдем, мы скажем, мы нашли, давайте до 300 евро доплачивайте 500, и мы можем с чем с вами заниматься. То есть в таких случаях мы решаем вот так, то есть если всего там один документ или связь плохо просматривается, но, как правило, родственники знают, где жил, умер их предок. И там есть где искать. Хорошо. Ну тогда хорошего дня. Вам тоже. Спасибо. Счастливо. До свидания.